Ты, если пукнула, стой в той стороне комнаты, пожалуйста, не надо к ней подходить. Ну ладно, всем привет, народ. Это Руслика, это Суслик. Напукала там наказанная стоит. Это было наоборот всего. Короче, так вот начинается вонючий наш влог. Времени у нас 10.04. Там пропалил личность переписки. Да, переписки пропалил, мне ничего страшного. Мы едем в Афрацию. Да, ура. Мы получили визу, но визу получили только на месяц. Мы говорили, что мы едем в другую страну чуть-чуть попутешествовать. Но мы не говорили, куда. Кто-то на прямом эфире догадывался и угадывал. Да. Поэтому мы поздравляем вас, вы выиграли миллион. Ничего. Что, у нас значит сегодня по планам. Кать, давай рассказывай, что у нас. Мы выяснили, что у нас нет вообще теплых вещей. А во Франции сейчас как бы минус один. Вот все мои вещи примерно вот так выглядят теплые. Поэтому мы поедем купить термобелье и куртку Руслану. Потому что у него из теплого... Ну, серьезно, если говорить, только толстовка, да? Ну, мы потому что улетали на Бали. Еще было лето. Начало лета. Весна. И поэтому у нас нет теплой одежды с собой. Вот. Еще есть один моментик. Куда мы поедем во Франции? Там в доме проживало трубу с горячей водой. И поэтому дом без отопления. Не, ну, короче, это будет примерно как... Если поехать на дачу зимой. Но, неважно. Все равно, я думаю, что будет круто, классно, прикольно. Потому что новые эмоции. Мы уже полтора года больше на Бали сидим. Никуда не выезжали. Моциализацию увидим. Нет, короче, я последний раз, наверное, видела высокое здание, типа, полтора года назад. Потому что на Бали, ну, сколько, пятиэтажка максимум. И то она одна на весь остров. Короче, мне кажется, это будет шок для нас, да? Мы как из деревни поедем в город. Нам, короче, нужно собрать несколько вещичек, приготовиться к поестью. Отдыхаем, не паримся, не сворачиваемся. Просто влог. Уже начали собирать чемоданы. Тут лежат книжечки. Мы этими книжечками будем топить камин. Очень интересно узнать, какие цены там на бензин и на газ. Многие из наших подписчиков, наверное, хотят узнать, как люди живут во Франции. Да, в Европе. Мы же не только во Франции. А, ну да, ну вообще, да, в целом в Европе. Мы просто еще маме покупаем чай, потому что в Европе чай очень дорогой. На самом деле, мы к этой поездке готовились с апреля. Поэтому вы не думайте, что мы так взяли и просто такие мы богатые мажоры. И поехали. Нет, мы реально прям долго готовились. Мы не сказали. Да, мы летим к моей маме и к моему отчиму. Жилье, слава богу, у нас там будет. Да, холодное, но оно будет. Короче, ребятки, приятного просмотра. Что хочешь сказать? Крепкого здоровья. Мы начинаем. Что-то сегодня жарко и шумно. К этому приехали в наш магазин Вали Будда, который мы уже вам показывали, как Тарас. Как какой-то раз. Как Тарас. Передаем всем Тарасам привет, да? Запахи здесь, конечно, просто божественные. Я здесь просто никак не привыкну к этому запаху. Очень пахнет всякими маслами, травами, хербами, да? Да, но я говорю, мы как будто в Индию приехали или в какое-то магическое место. Как будто мы зашли, не знаю, в какой-то колдунии, да? Причем запах сильный, но не резкий, да? Да, он приятный. Приятный. Даже чуть-чуть, может, разглавляющий. Люблю убутся за такие магазинчики. Очень приятно здесь находиться. И, кстати, я не знаю, народ, вы пользуетесь этим магазом? Нет? Кто знает про него? Смотрите, здесь такая выпечка есть. Выпечка просто крутейшая и красивая. Ну, не знаю, наверное, это не полезно. Можно спросить, есть ли у них без блютена что-то. Тортики есть различные. Просто для сладкоежек. Веганские, кстати. Что, давай покажем, что мы купили. Давай я одну подержу. Что купили? Чай, который я показывала, две матчи купили, потому что я говорила, они там на вес золота. Имбирь и это какая-то местная тоже приколюха. Я не знаю, что это, похоже на кактус. Но это не кактус. Какой-то фрукт. Короче, это все для там всяких антиоксидантов. Там, вот это вот все полезное. Короче, полезные штучки. Thank you, Бали Будда. Have a good day. Thank you. Goodbye. Давай, опять. Будешь вонять. Та-дам. Мы покупаем теплую одежду, в которой мы будем переодеваться, наверное, в аэропорту. В туалете. В туалете, да. Потому что я не знаю, типа, лететь. Здесь плюс 30, а прилетаем мы в минус. И я тоже взял себе носочки. Трусы тоже в клеточку взял. А, да. И мы сейчас ищем себе куртку. Теплая куртка. Сейчас я вам покажу, что здесь здесь из теплого. Вот это вот типа теплое, да? Ну да, но это как бы вот тут... Ну, это здесь будет тепло в этом, да? Но во Франции я не так не думаю. Но в минус один не будет тепло. Но это вот похоже на теплый пиджак из... Ну, пальто, короче. Ну да. И вот еще теплые куртки здесь есть. Вот такие. Катька, потрогай, как они угнутся. Это кук-перо, типа. Но оно вот типа, да, как бы его можно вот так смять. И там ничего нет. Насколько я знаю, люди, такие модные люди в Москве носили такие куртки, говорят, что они тепло. Да. Но все равно, а оно сколько стоит? Миллион. Миллион. Это четыре с чем-то тысячи рублей, да? Да, да. Ну, не знаю, типа на один раз просто выйти из аэропорта, что-то жирно как-то. Мы потратили миллион двести пятьдесят три тысячи. Куртку брать не будем, очень долго. Да. Это пять тысяч рублей всего, я понимаю. Ну, в смысле всего. Когда у тебя поездка обходится, блин, дофига. Сколько мы расскажем потом. Пять тысяч это много. Через что нам пришлось пройти, чтобы поехать с Бали до Франции? Короче, надо было податься на визу, заплатить денег. Дофига. Мы четыре миллиона заплатили за визы за две. И это еще без учета расходов на агента, который нам помогал документы готовить. Мы могли бы и сами, наверное, сделать. Ну, просто это, короче, это вообще супер было сложно разбираться с посольством, какие документы нужны были. И я просто психанула. И мы заплатили тоже дофига денег просто визовому агенту. И я задала все вопросы, которые меня волнуют. И мы вот все получили, слава богу. Мы можем потом подсчитать, сколько у нас вышло денег на перелет. Я думаю, вы охренеете. Но я охренел лично. Потому что доход у нас был не такой большой. У меня за прошлый месяц зарплата 30 тысяч рублей. Вот поэтому в сфере продаж не очень круто работать. При таком раскладе я учился сидеть дома и хавать рис, и зарабатывать деньги. Вот так и делаю. Еще нам пишут комментарии, кем можно устроиться на работу на Бали. У нас будет проект выпуск, поэтому ждите его. Но вопрос мне не очень нравится. Где можно найти работу? Ребят, ну как вы работу ищете в России? Либо через знакомых, либо на хэп-кантере. Через сервисы какие-то. Соответственно, здесь то же самое. Мы находимся на планете Земля. Просто чуть другое государство. Другая страна. Либо какие-то сервисы ищите. Google вам в помощь. Либо через знакомство. То есть сидите в чатиках, в телеграмме, в Бали. Тут кружите со всеми. Либо если вы уже на Бали, тогда просто ходите где-нибудь, общайтесь. Ищите русских, комьюнити там. Всякие. О, 14-й айфон. Ну, короче, вы поняли мою мысль, да? Просто нужно быть общительным. У нас только недавно появились, я не знаю, в России недавно. Да, мы же на другом конце Земли, да нас только долетели просто. Не-не, они просто везде раньше появились, чем здесь. А что, камера меньше стала? Это, наверное, просто 14-й. Там же еще есть Pro, Pro, Max, наверное. А, понятно. Да, вот, 14+, 14 Pro и 14 Pro Max. Pro Max, вот, три комфорки. Сколько стоит? Я описываю? Цель легче. Как тебе? Нравится? У меня такой же почти. А я покажу подписчикам. Подписчикам их. Подписчики, вот вы. Это вы там сидите такие. Что я там показываю? 14 Pro Max на 1 терабайт стоит 33 миллиона. Вот вам, пожалуйста, наглядный минус сезона дождей на Бали. Да. Приходится прямо на улице переодеваться. Во-первых, мы оставили шлемы на улице, они все мокрые на свойствах. Теперь надеваем мокрые шлемы. Куда мы сейчас поедем-то? Мы едем в аэропорт. Затем? Мы еще не улетаем, еще рано. Мы хотим уточнить правила въезда в Евросоюз на всякий случай. Поэтому мы сейчас к нашему перевозчику, авиаперевозчику поедем, спросим, а вы нас пустите? Если пустят, тогда мы уже покупаем билеты и летим. Так, ну что же, сегодня день вылета. Я, собственно, хотела по-быстрому рассказать, как это сложно. Нет, серьезно, раньше такого не было. Когда мы пытались оплатить билеты на сайте определенной авиакомпании, оказывается, мы не можем с карты Перматы делать покупки больше 10 миллионов рупий в день. А билеты, один билет стоит 15 миллионов рупий. Сегодня последний день, когда нужно было купить билет, потому что билет как бы на вечер, на ночь, точнее. В общем, Руслан поехал покупать билет в аэропорт. В аэропорту выяснилось, что обязательно иметь при себе обратные билеты, хотя на визу мы подавались только с бронью билетов. И, короче, пришлось очень срочно покупать обратные билеты. В общем, это все просто меня выбешивает дико. Уже много что собрано. Вот там половина чемодана забита, здесь забита половина чемодана. Там еще что-то валяется, надо собрать. Время 18.39. У нас вылет получается, ну, пусть будет в 12. То есть мы должны в аэропорту быть в 9.10. В общем, в целом мы успеваем. Но я уже устала, если честно. Господи, можно же было намного проще путешествовать. Теперь ковидное ограничение, все подорожало. И много других проблем, короче, при пересечении. Никогда, никогда не спрашивали обратные билеты. Ну, никогда. Я выговорилась? И, значит, что, мы собираемся дальше. Надеюсь, поедем в успешную поездку, которая принесет нам море позитива. Да. И хороший контент, надеюсь. Добрый вечер. Здрасте. А что тут, это что такое? Нам пронесли гостинцы. Это, типа, в путь дорогу? Да, это на провод, на какой-то фрукт, блин. Все, что, собираемся, да? Да. Теперь нужно срочно помыться, потому что я, вон, жирный. Да? Да. Я очень рада, потому что мы едем кушать сыр. Нет, вначале, конечно же, я еду к маме, а потом только кушать сыр. А я не был ни разу во Франции. Да, Руслан вообще первый раз едет во Францию. Вот, поздравьте его. Поздравляем. Ой, я засняла. 50 тысяч. Спасибо, мой друг. Давайте, прощайтесь. До свидания. Да, скоро. Спасибо. До свидания. Подписывайтесь на Киту, поставьте лайки, да? Да, подписывайтесь на Киту, да. Кто захочет к дельфинам съездить, пожалуйста, Киту вас сводит к дельфинам. Руслик и суслик. Мы поезжаем. Благоуспешно, благоприятно доехали. А ты говорила, какой у нас маршрут, да? Нет. С острова Бали до Дубаев. И там пересадка получается, и потом уже в Португалию. И в Португалии мы должны сесть на самолет и долететь до Франции. Сейчас нужно зарегистрировать багаж, показать билетики. Зачекиниться, так сказать. А чего столько народу много? Да, это, короче, все люди, все летят в Дубай. Это огромная очередь. Блин, короче, нам придется здесь хорошенько так постоять. Минутка интересных фактов. Оказывается, нельзя пауэрбанки в багаж класть. Я не знаю, давно ли такое правило. Но мы полтора года не летали. Не знаю, почему. На самом деле, Катя уже приготовилась мерзнуть. Она в куртке стоит. Это идет, идет. Кстати, мне, я вам скажу, не жарко. Климат-контроль. То есть, понимаете, да, я в этой же одежде буду во Франции. А я вот в этой одежде буду. Там, где я минус один. Нет, у нас с тобой, подожди, у нас с тобой еще что-то... А у тебя ничего нет с собой? У меня больше ничего нет. Подожди, а почему ты куртку не у меня? Просто, понимаете, Руслана, если не соберешь, он сам не соберется. Не, Катя такая, давай сэкономим, не будем тебе куртку покупать. А я... Да блин, нет, у нас план купить во Франции. А ты... У нас кофта не теплая. Что ты кофту не одел, слышь ты? Очень надо перекусить. Я, если честно, очень боюсь летать. Для меня это прям жесткий стресс лететь один раз 8 часов, второй раз тоже 8 часов, а потом еще полтора часа. До свидания, увидимся после 1-1, окей? Окей. Окей. Это вообще крутецкий самолет, как оказывается. Теперь понятно, за что мы платим, да? Или мы не здесь, вон сэкономим? Нет, вы знаете, я прошла дорогими духами таким, пока. А, погоди, это не наши места, да? Нет, это не наши места, это вот так. Давай здесь сядь. Руслан, я боюсь, что они заметят. Смотрите, огромнейший самолет в три ряда. Куда упустили парня из деревни, ё-моё. Очень модный самолет, да? Так, все как-то бежевое такое, все красиво. Да, подсветка еще теплая, домашняя такая, да? Так совпали звезды, что мы сидим около запасного выхода, запасного выхода. И здесь вообще куча просто места, и можно вытянуть ноги. Ладно, ребятки, через несколько мгновений встречаемся в Дубае. Оп, а вот мы и в Дубаях. Летели очень долго. Сколько мы летели? Часов семь? Восемь? Восемь, больше. Больше восьми часов полет был. Да, мне не понравилось, потому что очень, да, тяжело. Спать невозможно. Мы купили специально вот такие штучки. Да. Но нифига это все не работает. Это лучше, чем просто спать на кресле, но все равно не очень. Еще был какой-то странный воздух в самолете. От него сушило нос. Да, высушило нос, высушило горло. Вот так выглядит аэропорт в городе Дубай. Мы сейчас идем в нашу зону посадки. Слава богу, пересадка небольшая. Всего? Всего полтора часа. Полтора часа. Еще, что очень интересно, это то, что этот аэропорт называется аэропорт тишины. Если вы слышите, здесь нет объявлений вообще никаких. И очень странно, выглядит куча народу, но при этом тихо, да? Да. Вообще, ну, как бы не похоже, как будто в аэропорту. Как будто, не знаю, в театр пришел. Это что, метро? Метро? А, реально метро. Реально метро. Я не видела вот метро и поездов. Нифига себе, блин, реально, смотри, как метро прям. Да, вон подъехал, подъехал поезд. Классно. Если что, мы полтора года не видели поезда. Да. Так, давайте на вот метро пкаемся. Сейчас пик. Метро Таганское, да? Блин, очень похоже, реально. Маленький вагончик. Видно, что они не очень любят видать сама. Тогда вернемся к вам, когда опять что-нибудь интересненькое увидим. Мы, короче, телепортулись в Макдональдс. Вон, дайте куда. Да, да. Но просто интересно. Вон там у них огромное меню висит, и там есть Big Tasty. Big Tasty мы не ели полтора года, да? Больше, я думаю, да. Поэтому в России его теперь нет, насколько я знаю. Поэтому это эксклюзив, специально для вас. Да, кстати, бургер. Сколько Big Tasty стоит, мы посчитали. Да, 630 рублей стоит Big Tasty. Да, Big Tasty 630 рублей. Офигеть. For us, please, two Big Tasty. Блин, тут все грустные, нет? Что думаешь? Да, какие-то расстроенные. Там тебе, блин, в Антонесте все такие улыбаются. Руслан, а может потому что время в 5 утра? Не, парица в 5 утра будет все равно веселая. А Никита прям... Блин, я хочу обратно на Бали. Я пришел за кофе, сказал в талончик, сказал типа, здравствуйте. А мой кофе готов? Он такой... Сахар там. Короче, вообще жесть. Нет, Бали это реальный контраст с остальными странами. Интересно, что будет в Европе. На, а мы еще русские. Без позитива больше нереально вообще жить. Без улыбок, без этих. Вот мы Big Tasty купили, давай быстро обзор. Видим капучино, горячий капучино. Я его лет 200 в Макдональдсе не покупал. Очень классно, но я хочу Big Tasty посмотреть. В такой вот огромной коробке. Вот он Big Tasty. Огромная махина. Бон аппетит. Эти самолеты у нас Boeing 3-7. Вот он такой огромный ставит, не чешный. Сейчас уже на улице рассвет. Часов 8, да? Да, вон, первый класс и бизнес-класс. Мы пока что не бизнес. Мы пока эконом. Но мы к этому идем. Так, у нас теперь центральный ряд, скорее всего, будет. Исходя из букв в талоне. Мне очень нравится, что они... У них очень крутая форма. И здесь они допроживательные. Вон слева ряд, вон справа ряд. А мы посерединке. Будем сейчас вот в такой тесноте сидеть. Это Португалия. Здравствуйте. 8,5 часов перелета прошли успешно. Берите 8, 16. Всего вместе мы уже 16 часов пролетели. Ну, всего, да. Больше даже, 17. И мы в Португалии. А еще, короче говоря, стюардесса попросила поставить... 5 звезд. Да, высокую оценку Emirates. Emirates, пишите нам. Не, нормальные. Самолеты хорошие, но... Еда в последнем самолете была реально вкусная. Еда хорошая тоже. Там был майонез нормальный. Майонез не как в Индонезии, а нормальный. Но людям не понять, которые смотрят нас. Которые не были на Бали, в Индонезии. И сейчас нужно выйти как бы на улицу. А на улице, кстати, 15 градусов. 16, да, мы только что смотрели прогноз. Чтобы вы понимали, мы в зиме не были 2 года. Потому что мы, получается, уехали... Мы полтора года чувствовали температуру 30 градусов. Каждый день. Каждый день, да. И то есть сейчас почувствовать 16, это для нас будет стресс для организма, наверное. Такое все обычное. Не знаю. Во-первых, серое. Во-вторых, не всяких этих, как вот на Бали, да, цветочки. Красные, оранжевые цвета. Какое-то все обычное, стандартное, да, минимализм. Содержанный аэропорт, ну а что-то хочешь, нормально. Старые рожки, старые русские. Эээ, мы в Португалии... Мы вышли в плюс 14 на улицу, просто по фану. Нам вообще не надо на улице было. Но если честно, ощущается как нормально. Вообще нормальная температура, да, четкая. Транспортно, да. Я вот в одной рубашке и в футболке. И вообще идеальная температура. Я думал, типа, я замерзну, как сволочь. Но нет, нормально. Так, смотрите, что у нас по плану. Мы сейчас покупаем билетики во Францию. Вот. Ждем и вылетаем. Но, скорее всего, мы уже там будем вечером, будет темно. 6 часов, где надо будет деташиваться. Сейчас пока билеты купим, пока там попьем. Честно, помыться хочется. Сутки не мыться, это вообще, это экстрим для меня и для Кати. Катя вообще... Я не знаю, короче, как у нас соседи в самолете с вами нормально сидели. Не, я не так сильно воняю. Типа, как бы чисто намек есть на то, что надо помыться. Но так, типа, в целом нормально. Мы ворвались в местную тусовку и смотрим, короче, тут Бургер Кинг и футбол. Рандомный Бургер Кинг с рандомными фанатами. Вот, смотрим. Сегодня оказывается матч Португалия против Марокко. В сборной две. Прикольно, что, типа, просто обычные люди сидят и кушают Бургер Кинги и смотрят телек. И мы такие, здравствуйте, мы тоже. И тут гимн даже пели. Как-то людей так вединяет, да. Душевно, душевно. У них столько проблем, ну, как бы, высокие цены, да, о которых мы еще будем с вами говорить. Фигак, такие сидят. Давайте футбол вместе посмотрим просто. Рандомные люди такие смотрят футбол. Прикольно. И мы такие, здравствуйте. Да, это ни в каком-то, ну, городе, ни в каком-то райончике, просто в аэропорту. Да. Катя уже утеплилась, я пока держусь молодцом, мне пока нормально. Дождь был на улице, мы сейчас, а, мы едем на Выхино, мы в Москве, еху, в Москве. Короче, мы очень устали, мы не спали очень много. Мы уехали из, объясните мне, мы уехали из Индонезии, почему здесь тоже идет дождь? В Индонезии, в сезон дождей, почему, почему дождь? Мы знаем, что наши подписчики очень ответственные люди. И в тех, кто нас смотрят, 97% очень адекватные и очень нормальные люди. Очень вас просим проконтролировать вопрос, подписаны ли вы на наш канал, либо нет. Вот, потому что если не подписаны, то плохо, а если подписаны, то хорошо. Совсем чуть-чуть не хватает до 10 тысяч подписчиков, поэтому будьте молодцами. Подпишитесь на канал. Будем вас любить, целовать, вот, и так далее. Мы по франции. Тут минус три. Что за дубаки? Вот теперь холодно. Вот сейчас я премразницу сильно почувствовала. Нас встречает моя мама. Мы сейчас получим багаж, а еще мы летели в очень маленьком самолете, просто вот в таком. Машутка. И у меня, короче, в первой жизни это место заболело. В самолете очень сильно ощущалось давление, и я просто чуть не погиб от боли в пазухах. Короче, никому не рекомендую такое испытывать. Почему? А где отопление? Где моя куртка? Блин, у них отопления нет в аэропорту, реально. Да, в аэропорту вообще. Дорого? Объясните, почему нет отопления? Ну, почему? Потому что дорого электричество стоит, поэтому отопления нет. Потому что здесь в аэропорту сейчас 15 человек только, которые в самолете были. Так, в общем, сейчас угарнете. В общем, мы встретились здесь с мамой. Вот здесь машина. Поедем на Тесле. Такая Тесла нас повезет домой. Короче, ребятки, очень холодно. Это вообще просто танец. Бонжух. С вами руслик. Француз. Руслик француз. Смотрите, это мой кот. Мы наконец-то приехали. Киса. Это Борис, знакомьтесь. Он, была нашей ручкой. С нашей ребятой, была ручкой. Подписчиком. Ты же Борис? Мы с ним последний раз виделись, когда мы еще не были блогерами. Мы вчера не смогли ничего толком записать. Почему? Потому что у нас было очень много проблем и приключений, потому что куда без них. Ой, что там? Надежда Антольевна. Знакомьтесь, это Катина мама. Лена, Катина мама. Нет, я хочу оденеться нормально. А, ладно, мама оденется потом, красивую покажет. В чернем платье, да. У нас, кроме кота, еще есть собака, но эта собака, можно сказать, уже моей мамы, потому что его зовут Легран, это Йорк, он тоже француз, как вы поняли по имени. И он с мамой уже давно тут живет. Леграша, привет, помаши рукой. Легран, привет. Он уже старенький. Легран, ты уже старенький, да? Плохо слышишь, да, Леграш? Ему уже 13 лет, даже больше получается. Летом будет 14. Давайте я вам покажу нашу комнату. Дом тут большой, но мы все показывать не будем. Я сейчас объясню, почему здесь есть некие проблемы, вот, и почему у нас, кстати, да, у нас нету отопления. Нет, оно есть, но оно есть только в некоторых комнатах, и то там стоят именно калориферы. Вода горячая есть, но ее нужно включать-выключать, потому что пробило трубу, и если ее оставлять, то просто под домом хлещет вода. В общем, вот наша комната. Кстати, нормально видно? Я думала, будет плохо видно. Вот мы топим. Тепло греет. Окно сейчас закрыто, но неважно. Вот наша комната. В принципе, тут больше ничего нету. То есть вот это шкаф, кровать. Почему нету отопления, почему мы его не будем делать, вот, потому что мой очень, к сожалению, тяжело болеет, вот, дом будут через несколько месяцев продавать. Сразу понятно, почему там столько вещей везде стоит, почему, ну, есть какие-то по дому недочеты. Потому что сейчас, конечно же, силы уходят совершенно на другое, вот. Ну, и как я сказала, раз дом будет продаваться, делать трубу, это очень дорого, потому что нужно будет штробить пол, возможно, стены. И, ну, так как дом все равно продают, сами понимаете, особо нету смысла тратить деньги. Вот, поэтому что, все равно путешествуем, все равно стараемся держаться. И что я вам хочу самое главное пожелать, это здоровье. Почему? Потому что деньги хорошо, там, я не знаю, тачки, дома тоже хорошо, но если у вас нет здоровья, к сожалению, все остальное тоже не получится. Сейчас давайте выйдем на улицу. Я когда сегодня открыла окно, ну, сейчас уже все подтаяло. Блин, смотрите. Это что, снег? Мы действительно все это видео удивляемся каким-то простым вещам, но, если честно, это правда меня удивляет. Мы два года не видели зиму. Тут стоят машины, которые мой отчим хотел восстанавливать. Вот, там в кустах одна стоит красненькая, старенькая. Вот это на ходу машина, это Ауди. Мы на ней поедем, скорее всего, в Испанию. И еще стоит вот там БМВ, она не на ходу, к сожалению. Вот, ну и в целом, конечно, наша основная задача это тоже, ну, постараться как-то всем поднять настроение. В том числе моему отчиму, вот, его зовут Жан. Надеюсь, что то, что мы приехали, ну, зарядит его позитивом. Я еще не рассказала, что самое главное. Мы вчера, когда прилетели из Португалии, мы где-то, наверное, час ждали багаж, но нам его так и не отдали. Почему? Потому что в Португалии был дождь, а когда мы сели во Франции, здесь минус три. И заморозилось багажное отделение, и почему-то в аэропорту нету средств, чтобы быстро разморозить багаж, ну, разморозить эту дверь, убрать оттуда лед и достать багаж. Это метро в Тулузе. Интересный факт, что оно едет на колесах, я заметил. И нету водителя. И нету водителя, да, то есть мы сейчас едем в первом вагоне, и там никого. Да, категория, мы сейчас едем в аэропорт, заберем чемоданы, и заодно возьмем тачку в аренду. Посмотрим, какую машину можно арендовать здесь, сколько она будет стоить, тоже интересно. Блин, прям Европа, Европа, да? Такое все спокойное, чистое. Смотрите, мусорки есть, да? Мусорка! Автобусная остановка. Там просто сидят, люди отдыхают. Московское метро похоже чуть-чуть. Мне пока нравится. Но, знаете, как-то пусто, нет? Да, пусто. Пусто, как будто не хватает жизни. Это после Бали, где вот так вот все, вот так вот, все дома рядом, рядом. Много людей, много зелени, много солнечных. Да, а здесь просто дышать, дышать свободнее. Не, ну, в защиту скажу, что здесь очень много зелени для зимы. Да, просто сейчас обвалилась. Нет, самое крутое, что здесь зимой не опускается температура ниже. Это максимальный минус. Ниже чего? Минус 3? Да. Минус 3, минус 5, да, это максимально. Но здесь не бывает, как в Москве, там, минус 15, минус 20, минус 30. Но все все равно замерзнут в минус 3, все дома сидят. Я бы спокойно без шапки ходил и без шарфа. Это мы его составили. Кстати, мне куртку дали чужую, вот. Мы сегодня еще поедем покупать другую куртку, я не знаю. Шопинг мы уже завтра будем снимать, наверное. Ну, точнее, все остальное завтра. Так, ну что же, мы опять в аэропорту. Меня уже тошнит от него. Что ж, мы забрали свой багаж, наконец-то все нормально. Он не замерз. Мы очень переживали, что он будет стоять здесь в минусовой температуре. И все фруктики, которые мы привезли, они все замерзнут. И будут потом невкусные. Я не могу привыкнуть к тому, что в Европе все очень работает не допоздна. То есть, если супермаркеты, магазины у нас в России работают там до 11 часов вечера, да, в среднем? До 10, до 11 вечера. То здесь в будние дни они работают до пол шестого вечера. А в выходные могут закрываться некоторые супермаркеты, типа там в час 30, в 2 часа, в 3 часа дня. И сейчас нам нужно искать сервис по аренде автомобилей. Да, сюда бы хорошо интеграция. Пишите, звоните. Да. Мы сейчас на парковке. Я нашла новую BMW. Мне кажется, что раньше BMW намного были красивее. Сейчас у нее какая-то странная морда. Вот. Что? Вот мне вот это вот вообще не нравится. Не пойми, что, честно говоря. Так-то в целом тачка красивая, прикольная. Да, раньше было явно лучше, непонятно, зачем они такую морду сделали. Кто что думает про новую BMW, я знаю, что нас смотрят достаточно много мужчин. Пишите, что думаете про новые модели. Мне не нравится, если честно. Арендовывать машину оказалось дорого. Ну как, вы представляли это? Блин, 100 с чем-то евро в день. Ну, если брать на неделю, 410 евро за неделю. Самая дешевая машина Toyota Yaris. В Европе же дорого. В Европе, да, дорого. Надо больше зарабатывать. Я пошел монтировать это видео. Тетя Катя, ты что будешь делать? Я буду работать. Работать, да. Да, спасибо всем, кто смотрел нас. Всем хорошего настроения. Не болейте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok